Наш эфир продолжает программа ЧАС Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В свое время прогрессивная общественность боролась с апартеидом в Южной Африке. Потом с не меньшим задором боролась с израильской агрессией. Сейчас с таким же комсомольским задором борется с расизмом в Соединенных Штатах Америки. Но вот результаты этой борьбы извлекаем ли мы урок из того, что произошло, скажем, в Южной Африке? Вообще, что происходит в Южной Африке? Да, совершенно верно. Тема очень обширная, очень интересная. Я, конечно же, все в 25 минут, чуть меньше, не запихну, но, по крайней мере, основные моменты обозначу. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И первое, что мы с вами, говоря о Южной Африке, должны представлять и, в общем-то, четко осознавать, это то, что Южная Африка – это белая страна. Вот да, я понимаю, звучит странно, но если мы исходим из того, кто эту страну создал, кто ее сделал экономически, да и политически успешной, то это никак не черные туземцы, которые там не знали, что им делать, и особенно вообще территорию не осваивали, а это были именно белые поселенцы. Преимущественно, да, голландские, которые потом стали бурые, если угодно, африканеры, которые там обретаются в веке с 17-го, ну и чуть позже присоединились к ним англичане, поскольку вроде бы ЮАР далеко, ну тогда еще не был ЮАР, конечно же, тогда была эта капская колония далеко, но в Европе менялись постоянно ведущие игроки, англичане опасались, что колонию перехватят французы, поэтому там свои начали поселения устраивать, по мере того, как находили драгоценные ископаемые, естественно, усиливалась борьба за влияние, и с местными активизировавшимися черными товарищами происходили войны друг с другом, англобурские войны, все знаете, часть фольклора уже и в ЮАР, и в Британии, но как бы то ни было, в конце концов, где-то году к 1910-му такой Южно-Африканский союз образовался, входил он в Содружество наций, и первым таким ярким лидером был Иэн Смэц, ведь с премьером он тогда был, насколько я помню, но практически, считая, с ним ассоциируют первое развитие ЮАР, как, ну тогда еще не ЮАР, ну буду так называть, что было проще, как страны, и тогда же в 10-е и 20-е годы стали приниматься законы, так или иначе разграничивающие права, и даже не права, ну права тоже, но больше территориально все-таки, где белые, где черные, у белых, естественно, больше было, да, в этих самых прав, но черных считать их совсем угнетаемыми нельзя было, однако реально политика апартеизма, как это стало называться, она стала, приобрела такие наиболее законченные формы в период где-то с 58-го по 78-й год, и в то же самое время это, наверное, были вот эти 20 лет самыми яркими в истории ЮАР вообще. Во многом это тоже было, можно это увязать с тогдашними лидерами страны, это Хендрик Ферворд и Джон Форстер, потому что при них, ну, во-первых, ЮАР стал таким, Форстер еще до того, кстати, премьером возглавлял полицию, при них, во-первых, ЮАР стал образцом борьбы с коммунизмом, потому что там действительно с ними обходились весьма и весьма сурово запреты, недопуск и все, что с этим связано. Тогда же стала развиваться экономика, хотя там были свои моменты, мы к ним вернемся чуть позже, и при этом тогда же вот четко действительно было разграничено, тут у нас черные, тут у нас белые, и так как белые страну создали, так как белые сделали ее процветающей, а черные у них ничего, ну, действительно у них мало что получалось, тут же ничего не поделаешь, то, соответственно, да, страной правят белые, и всем, что касается каких-то основных ключевых постов, тут преимущество дается белым. Тогда же началось давление, и очень сильное на ЮАР со стороны мирового сообщества, ну, сами понимаете, постколониальная эпоха, белая вина и прочая фигня, но Фервард, прежде всего, он держал оборону очень и очень основательно, и у него был союзник Роберт Мензес, премьер Австралии, может, кто-то помнит, я про него говорил, который сторонник вам протеиды не был, но он считал, что просто вот не надо ЮАР трогать, раз они союзник Запада в борьбе с коммунизмом, а это так оно и было, и раз они потенциально друзья, ну, дайте им время, пусть разберутся сами. В личной переписке он Ферварду рекомендовал большую гибкость, но Фервард объяснял это тем, что если мы допускаем к власти и создаем какие-то такие новые условия для чернокожих, то они нас вытесняют, а с какой стати мы, которые эту страну создали, вдруг позволим черному большинству нас вытеснить, мне непонятно, мы не будем этого делать, пока не увидим, что черные к этому готовы. Тем более, что не забывайте, что на тот момент, почему черное большинство-то и сложилось, пока другие африканские страны выселяли людей, Северная Африка выселяла евреев активно, другие страны людей азиатского происхождения, а в Южную Африку самые разные черные как раз бежали. При этом, прибежав в Южную Африку, они еще друг друга ненавидели, там было очень много разных народностей, которые к друг другу относились гораздо хуже даже, чем к белым. И действительно, к такой ситуации допускать их к власти было бы довольно опасно. Фервард потом был убит, к сожалению, человеком с коммунистическими связями. Вот видите, все-таки боролись-боролись. Человек, который работал в парламенте, ни много ни мало, оказался психически неуравновешенным коммунистом. Но сменивший его Форстер, может, не был таким интеллектуальным, ну, не гением, но интеллектуалом, так скажем, как Фервард, но тоже оказался лидером весьма и весьма достойным. При этом с Форстером интересная очень связана ситуация. По молодости он, как положено, африканер очень не любил англичан, и даже с какими-то нацистскими группировками общался. Но не из-за взглядов нацистских, а именно из-за нелюбви к англичанам. Однако именно Форстер в 70-е годы, он стал тем человеком, при котором ЮАР все больше и больше стал сближаться с Израилем. И в 76-м году он в Израиль даже ездил. То есть, реально, повторяю, никаких там антисемитских и прочих заскоков у него не было. И другой интересный момент, примерно тогда же, наверное, он стал уже оформляться, это то, что в англо-бурской войне на стороне британцев воевал, в частности, воевал, в частности, Джеймс Крейг, помнить, один из лидеров ольстерского лоялизма. Однако, вот тоже где-то в 70-е, скорее всего, и во многом через Израиль, у ЮАРа стали контакты устанавливаться с ольстерскими лоялистами как раз. Были поставки оружия через Израиль. То есть, наоборот, там, они из Израиля шли в ЮАР, а через ЮАРа в Ольстер. Вот такая вот сложная система. И даже, представьте себе, ольстерские боевые организации, про которые я вам рассказывал, они сотрудничали со спецслужбами ЮАР для ликвидации каких-то там террористов, коммунистов, которые обретались в Европе. Сколько таких случаев было, я не знаю. На время одного, к сожалению, эту операцию пресекли, но я подозреваю, что пресекли одно, а состоялось их побольше. То есть, в реальности, это было ЮАР вот того времени, это экономически развитая страна, где с политическими свободами не все было, может быть, так нам бы хотелось, но в реальности, где все работало, был один минус серьезный. А это то, что в ЮАР экономика очень сильно контролировалась государством. И даже многие критики западные, которые готовы были признать, что замечательно, вот все, вы антикоммунисты, мы вас не трогаем, но делайте что-нибудь с экономикой, потому что то, что у вас такой контроль государства, ну, это рано или поздно плохо закончится. Так как госсубсидии, госконтроль, хотя ЮАРовцы отвечали, что у нас государство заобочено тем, что не просто, чтобы оказывать свое воздействие, свое влияние, но еще и стараться, чтобы был прибыль, поэтому у нас не социализм, но все-таки госконтроль, это всегда плохо. И это мешало действительно во многом. Но самое главное то, что на ЮАР все больше и больше шло давление, в том числе и со стороны западных стран, к сожалению, и со стороны Соединенных Штатов. В результате в ЮАР очень резко подскочили антиамериканские настроения, прежде всего среди африканеров, конечно же. Там была такая ситуация, африканеры в основном консервативные, англичане, увы, в основном либеральные, но в реальности трудно, ничего особенно не понимавшие, как там надо страну управлять, так как правили африканеры преимущественно. И черные, которые, как сказал Джордж Скайлер, побывавший в Африке, и не раз там бывавший в 60-е, 50-е годы, они не готовы к тому, чтобы получать власть вообще. Скайлер был Черноковий, напомню. И он Африку знал очень хорошо. И братьев своих Параси знал очень хорошо. Но вот как бы то ни было, все это давление постоянно сказывалось. И хотя консерваторы старались защищать ЮАР, у Стэна Эванса был даже такой проект, увы, несостоявшийся объединение такого полуофициального США, если там будут нормальные люди у власти, Израиль, Тайвань и ЮАР. По его мнению, вот такой четырехугольник, который бы, во-первых, показал пресловутому мировому сообществу, что Америка ценит своих союзников, потому что эти три страны реальные союзники. А во-вторых, что взаимодействие этих стран, ну, оно бы сильно помогло им всем, да и Америке тоже. Но, повторяю, давление усиливалось, уже Бота, лидер ЮАР в 80-е годы, там, хотя и числился тоже сторонником апартеида, но он пошел на ряд уступок. При Деклерке тоже уже все больше и больше свобод и все больше и больше прав получали черные, в конце концов, да, террорист и антисемит, кстати говоря, в отличие от Форстера, Мандела вышел из тюрьмы, и Африканский национальный конгресс, левая организация, если до того правила национальная партия, в ЮАР африканерское преимущество и консервативное, пришел Африканский национальный конгресс, из 90-х, собственно, власти остаются. И Уолтер Уильямс, чернокожий экономист, который критиковал прежнюю систему ЮАР, как раз из-за экономической стороны прежде всего, он сказал, что в реальности, посмотрев на то, что там происходит, то, что собираются делать черные товарищи, это то же самое, что было при Аппартиде, только еще хуже. И действительно, черное большинство, получив власть, оно очень быстро стало все строить по такому, я бы даже не сказал социалистическому принципу, хотя Африканский национальный конгресс это социал-демократы, сколько вообще по какому-то феодальному. То есть, была создана система так называемого Black Economic Empowerment, смысл которой в том, что везде нужны какие-то черные служащие, нужны черные, в общем, чтобы шло везде якобы искупление прошлых грехов Аппартиида, и чтобы вот главное госрегулирование, чтобы было максимальное количество черных служащих, вне зависимости от их реального уровня. Даже порой открыто звучали лозунги, что нам надо избавиться от оценки достоинств и реальных профессиональных навыков, а оценивать только разум. Ну и что получилось? Получилось, что около власти сгруппировалась такая элита, которая, давая кому угодно взятки и укрепляя свое положение, стала сильно зарабатывать. На бедных черных это никак не отразилось. Инвесторы извне, когда им навязывают черных работников, непонятно каких, естественно, не особенно хотели в ЮАР работать, пошло посягательство и ликвидация и какие-то там экспроприации земель у белых фермеров, преступность, а коррупция уже совершенно не ограничена, и страна, которая при всех своих минусах была, не скажу, что образцом стабильности, но, по крайней мере, на фоне других африканских стран образцом цивилизации, это точно, и, несмотря на все свои вот эти вот экономические издержки, она была самой развитой, пожалуй, страной в Африке вообще, и, повторяю, туда стремились попасть, невзирая на все сложности чернокожие со всей Африки, она превратилась, ну, собственно говоря, черт знает во что. И однообразные лидеры, которые сменяли друг друга, и не потому, да, что все они черные, что все они представляли этот самый Национальный Конгресс, а потому, что они, в смысле, в политике ничего нового и не приносили. Вот грянул скандал. Президент Зума, как выяснилось, наворовал, будь здоров, сколько, и его даже уже тут деваться некуда. Нынешний президент Ромофоса вроде как пытается его посадить по обвинениям в коррупции и в том, что, собственно говоря, тут Зума навратил. Зума, учитывая, что он зря времени не терял, и у него были связи не только в бизнес-мире, где он взятки-то свои собирал, но еще и в преступном, в мире преступном, он сразу пообещал, что в ЮАР будет много чего плохого, и свое обещание вполне сдержал. По мере того, как стало понятно, что его будут судить посреди и так далее, по стране пошли волнения, погромы, все эти опять ковидные последствия, все вылезло наружу, безработица, которая никуда не делась, то, что все эти пафосные законы, все эти affirmative action, black economic empowerment, все они привели к обнищанию, прежде всего, черного населения и к вытеснению из жизни населения белого, все вот и вышло наружу. Страна превратилась, по-моему, в неуправляемую какую-то массу людей, потому что полиция не очень активно пытается с этими погромщиками бороться. И вот вам, пожалуйста, результат. Сколько там еще все это будет продолжаться, я не знаю, может, и поутихнет со временем, так или иначе. Но судите сами. Вот у вас была страна ужасных расистов, где был даже, видите, человек, который по молодости с какими-то нацистами путался. Однако она процветала, однако она была готова сотрудничать с штатами, даже несмотря на те антиамериканские настроения, которые я называл, и с Европой, и помогать в борьбе с коммунизмом. А вот мировое сообщество так было озабочено тем, чтобы эту страну переделать на свой лад, не представляя вообще, кто там живет, что там живет. Ну вот есть там черные, значит, то, что там они разные черные, они между собой враждуют, это не важно. Раз они, их много, но они якобы подавленные, угнетенные, вот давайте их любой ценой вернем к власти. И, пожалуйста, якобы нацист Форстер, повторяю, сделал многое для дружбы с Израилем, Мандела Израиль проклинал, насколько я помню, и был весьма-весьма антиизраильски настроенным товарищем, привели кого хотели. Ну и вот дальше просто череда коррупционеров и тому подобной мутной публики. И если вы посмотрите, знаете, что у нас любят проводить всякие аналогии того, что происходит в Соединенных Штатах, Сергей, не только потому, что он мой соведущий, а потому, что он один из первых, кто обратил внимание, сказал, что то, что происходит, очень похоже на ЮАР. Действительно, действительно, если вот вы сравните то, что произошло в ЮАР, и мы видим, чем это закончилось, и то, что левые хотят сделать в Соединенных Штатах, то ближе всего это даже не какие-то европейские страны, даже не Россия, не Южная Америка, ближе всего это как раз то, что мировое прогрессивное сообщество сделало с ЮАР. И остановиться еще не поздно, потому что все-таки такого количества малообразованных и мало развитых пока еще меньшинств в Америке нет. Пусть даже демократы делают все, чтобы оно было. Но пример ЮАР, пусть он будет всегда у всех у нас перед глазами. В СМИ, заметьте, про беспорядки в ЮАР почти ничего не говорят. Так с корговоркой. И обязательно потому, что это ковид. Все к ковиду сводится. Но то, что там реально происходит, вот я вам попытался обрисовать. Поэтому не забывайте этот пример. И имейте в виду, что вот это может случиться. Старый лозунг про фашизм. Но здесь он актуален. Это реально может случиться. И гораздо быстрее, чем мы думаем, к сожалению. Здесь умолкаю. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Удрючающая ситуация в ЮАР. А печаль заключается в том, что, к сожалению, ну, у нас понятно теперь, на каждом углу из каждого утяга звучит, что у нас российское государство, системный расизм и так далее. Институциональный расизм. При этом демократы забывают упомянуть о том, что все институты власти в больших городах, да не только в больших городах, в стране, все институты, начиная с средств массовой информации, спецслужбы и так далее, суды, контролируются демократами. Но еще печалька заключается в том, что вот в этих протестных выступлениях против якобы расизма, наиболее активное массовое участие принимает белая, совершенно оболваненная молодежь. И на некоторых митингах, протестах ты не увидишь ни одного черного, который бы выступал против расизма. А вся толпа представляет собой именно белых юных идиотов. И надеюсь, что все это когда-то закончится, потому что, как правило, подобные всплески бывают накануне выборов, как правило, демократы разыгрывают российскую карту. Но вот такого массового, чтобы это было на уровне корпораций, на уровне государственных институтов, каких-то такого я не припомню. Но очень хочется верить, что все-таки здравый смысл преобладает и возобладает, вернее, здравый смысл, и все вернется на круги своя. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Если у наших радиослушателей будут вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200, но уже после рекламной паузы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. И давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, Филин. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день, господа. Сергей, я знаю, что ты против всякой конспирологии, но то, что человек, кроме того, что он, так сказать, считается, что он влияет на природу производством, он своей психикой влияет не меньше, если не в 10 раз больше. Так вот, они доведут до такого состояния, что будет просто реакция, так сказать, назовите, как хотите эти силы, но их посмывает абсолютно все. И все начнется сначала. Вот увидите. Тем более, что вся эта страна, простите меня за французский, живет на берегу океана. Им достанется все в первую очередь. Понятно. Спасибо. Ну, честно говоря, я не очень верю в то, что народ вот так вот прям возьмет и сметет. По-моему, слишком комфортно жить стали. Ну, да. И для того, чтобы что-то сработал, какой-то триггер, я не знаю, что должно произойти. Вот в таких условиях, когда нас постепенно-постепенно загоняют в стойло, и мы потихонечку с этим миримся. Правда, вот как показывают события во Франции, там народ, похоже, взбунтовался против очередных запретов со стороны правительства. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Знаете, вот пару месяцев тому, когда тут очень сильно раскручивалась российская карта, я на другом канале, я вот сказал, что я не знаю в Америке ни одной хорошо развивающейся компании, которые бы работали одни черные. Знает ли я, вот те, кто ведут, ну, сказали нет, действительно мы не знаем. А вот вы знаете, есть ли тут в Америке такие компании, которые бы одни черные работали, и которые бы успешно процветали. Не имеется ввиду какой-нибудь там ресторанчик или магазинчик такой, а вот действительно производственная компания. Я ничего вам не могу сказать, я таких не знаю, но тут как бы дело даже не в этом, я думаю, это вероятно, если у чернокожей общины создаются правильные приоритеты, и если они считают себя полноправными американцами, которые тут не жертвы, а граждане, тем более прав у них очень и очень много, то я думаю, они могли бы преуспеть. А если им все время говорят, что во всем виноват дурное наследие, рабство, системный расизм и так далее, они никогда не преуспеют. Абсолютно. Хотя возможностей действительно много, но политика политика демократической партии на то и направлена и нацелена, чтобы превратить их в жертв. И с таким психологическим настроем навряд ли люди могут чего-то добиться реально, потому что всякий раз создаются какие-то особые условия, не только affirmative action для поступления в вузы, при устройстве на работу, там создаются какие-то специальные программы. Вы помните, судья, по-моему, заблокировал решение вице-председателя о том, что субсидии, деньги будут выдаваться исключительно цветным фермерам, что является на самом деле в чистом виде расизмом. И в таких условиях может быть они и не смогут ничего добиться, а когда они будут почувствовать себя полноправными, равными гражданами этой страны, не афроамериканцами, а американцами, я думаю, тогда перед ними все возможности будут открыты. Добрый день, пожалуйста, Олфин. Добрый день, Сергей, здравствуйте, Иван. Прошу прощения за шум. Иван, не согласитесь ли вы, что вот вся эта политика юаризации в кавычках, она имела место вследствие насыщения освободившихся тоже в кавычках народов от империи ложными гуманистическими посылами? Спасибо большое. Ну, что вы считаете такими, мне сложно сказать, но в принципе да, если исходить из того, что под ложными гуманистическими посылами мы считаем то, что все должны всем делиться, что этим должно заниматься правительство, что кто-то кому-то в чем-то обязан, что мы должны и пытаться изменить прошлое и какие-то в том числе несуществующие грехи наших предков искупать, если вы считаете это, я с вами полностью согласен, да, именно вот эти вот заведомо вредные по моему убеждению вещи, они вбиваются и черным, и белым, и латиноамериканцем, и кому угодно, но проку от этого не будет никакого, ЮАР нам это показывает. Спасибо, Иван, но теперь давайте перейдем к следующей теме, я имею ввиду спецвыборы, Трамп, цена ошибки. Да, совершенно верно, сейчас мы с вами видим, что Трамп, пока не будем обсуждать его перспективы 2024 года, на данный момент, как мне представляется, он важнее, как человек, который будет, так сказать, влиять на кандидатов от республиканской партии, поддерживать, как мне бы, да и думаю, вам бы того хотелось, более консервативных, и добиваться того, чтобы проигрывали те, кто потом окажутся кем-то вроде Кинзингеры, Ромни и так далее. И вот сейчас, из-за того, что подряд у нас происходит, вторую неделю подряд, идут так называемые спецвыборы, а именно, когда выбывает по разным причинам конгрессмен, и надо его заменять, на прошлой неделе был Техас, на этой, собственно говоря, уже завтра, пока только Primaries в Огайо. В Техасе, как мы с вами видели, по моему убеждению, Трамп ошибся, потому что он, ну, не ту, не того кандидата поддержал. Я не знаю, чем он руководствовался, может, Стефаник, я говорю, ему подсказал что-то неверное, может, то, что это женщина, да, Сюзен Райт, чей муж, увы, умер. Но в этой ситуации как-то либо стоило вообще остаться в стороне, либо поддерживать Элзи, почему я так говорю, Джей Келзи, он был тем заком, собственно говоря, республиканская партия Техаса, который, мы там пытались припомнить что-то, какие-то порочные дела, но вроде все это рассыпалось, и человек консервативный во всех смыслах, более того, Трамп это сам признал. И, конечно же, там ситуация вообще была довольно забавная, если вы почитаете программу Элзи, победившего и Сюзен Райт, то в реальности там различий, конечно же, мало. И, вот повторяю, в этом плане, наверное, идеальным вариантом было бы, ну, два достойных, ну, не надо было вообще участвовать. Трамп, он тут же сказал, что все, мы победили в любом случае, раз у нас было два хороших кандидата победил, вот один из них, ну, и что? Но проблема в том, что сейчас все, что делает Трамп, это вызывает, сами понимаете, какую реакцию у левых товарищей, и вот то, что он поддержал проигравшую кандидатку, ну, это сразу вызвало такой массовый поток слова извержения, что, ага, раз проиграл Элрайт, проиграл Трамп, так далее, и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, можно сказать, собака лает, ветер носит, и пока вот эта самая цена ошибки, она еще не настолько серьезная, чтобы можно было о чем-то говорить, но посмотрим, что будет дальше, так как делать выводы надо, и еще раз повторяю, выбирать либо заведомо консервативного кандидата, потому что даже если вдруг он проиграет, то тут можно верещать, можно не верещать, но мы видим Трамп за консерватора, значит, все нормально, если консерватор проиграл, это плохо, конечно же, но значит, в этом штате у республиканской партии вообще серьезный проблем. Если же Трамп каким-то методом тыка или по совету уже не побоюсь этого слова нынешнего эстеблишмента республиканской партии, а Стефаник она на самом деле уже им стала, учитывая ее высокий пост в палате представителей. Так вот, если Трамп позволяет эстеблишменту указывать себе, то это не очень хорошо закончится. Посмотрим на ситуацию в Огайо здесь, ну, если честно, судя по тому, что вижу я, наверное, опять большого смысла участвовать Трампу нет, потому что, ну, там несколько кандидатов, и хотя это только праймерис, но учитывая, что вот этот округ, насколько я вижу, он считается республиканским, он считается трамповским, то, скорее всего, кто на праймерис победит, победит и осенью, так как так-то эти выборы они осенью проходят. Здесь стайверс, конгрессмен, ушел, к счастью, жив и здоров, ушел на другую работу, поэтому тут все по такому, не все не так печально. Как я понял, хотя тут ориентироваться сложнее, на сегодняшний день основных кандидатов вроде как три. Это представители местной палаты, представители, ну, члены, не очень красиво, но все лучше, чем повторять слово представители. Значит, члены палаты представителей Рон Худ, бывший, и Джефф Ларре, если я правильно произношу его фамилию, действующий. За Худом Рэнд Пол и конгрессмен Томас Месси Худ себя позиционирует однозначно про-трамповским кандидатом. Посмотрите на его сайт, он там Трамп поминает чуть ли не через каждые два слова, и есть вот эти самые endorsements, которые я назвал. Ларре, он вроде не такой авторитетный, и он продолжает работу в местной палате представителей Худ, уже бывший, но за Ларре, собственно говоря, Стайверс, тот самый, который ушел, поэтому теоретически, на самом деле, наверное, у Ларре шансов побольше, так как те люди, которые голосовали за Стайверса, ну, скорее всего, будут голосовать за того, кого им Стайверсы порекомендуют. И тут опять включается Трамп, и что меня настораживает, опять он включается в паре со Стефаник, и он поддерживает Майка Керри, Керри это человек из угольной промышленности, его там называют угольным лоббистом, но будем считать, что человек, который представляет энергодобывающую промышленность, то уже хорошо. И вот здесь складывает ситуация, что судя по тому, что вижу я, все трети человека, они опять люди достойные, и будь я на месте избирателя в Огайо, мне было бы трудно кого-то из них выбрать, потому что вроде бы все себя показывают хорошо. И на мой взгляд, опять здесь Трампу стоило бы не кого-то одного, на кого-то одного делать ставку, а сказать, вот есть такие-то люди, вот лучше там, чтобы кто-то будет из них выиграл. Потому что иначе, если опять, на мой взгляд, из этой троицы мы завтра узнаем, и все, увидим действительно, насколько Трамп силен в Огайо, тем не менее, на данный момент трудно сказать, кто выиграет. У кого-то может посмотрят шансы по опросам, мне представляется, что люди из местной палаты представителей, шансов у них побольше. Если выигрывает Кэрри, я только за, я очень рад, Трамп, поддержка Трампа сработала, все замечательно. Но если побеждает кто-то другой, то, поверьте мне, опять начнется. Трамп ничего не решает, положение Трампа шатнулось, так далее, так далее, так далее, это абсолютно никому не нужно. Поэтому впереди еще много выборов, и с одной стороны, может и хорошо, если Трамп сделает несколько ошибок в своей поддержке кандидатов, которые проигрывают, но с другой стороны, лучше ему, конечно же, быть максимально осторожным в этой ситуации. Я понимаю, Трамп и осторожность для большинства из нас понятие не совсем совпадающее. Но сейчас уже идут все эти сложные внутрипартийные и прочие игры, их можно критиковать, к ним можно плохо относиться, но это неизбежная часть политической жизни, и на ближайшие 2-3 года Трампу надо быть в них более-менее искушенным, чтобы действительно определять, что и как у нас будет происходить. Так что давайте смотреть, что у нас будет завтра, и давайте надеяться, что Трамп не ошибется, и что и в дальнейшем он будет с кандидатами угадывать, потому что нам всем нужно сейчас максимальное количество консервативных республиканцев, нам абсолютно не нужны конфликты среди консервативных республиканцев, и точно не нужна лишняя истерика левых средств массовой информации. Вот так вот, поэтому смотрим, пока цена ошибки не очень высокая, но кто знает, что будет дальше, надо быть осторожным, я думаю так. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Иван, здесь я с вами немножко не согласен насчет Техаса, дело в том, что на выборах участвовали не только республиканцы, но и демократы, и все демократы голосуют против того, кого поддерживал Трамп. Поэтому выигрывание кандидата Трампа. Такая ситуация, что вот на этих специальных выборах там только республиканцы были, вот в чем дело. Нет, там голосовал весь округ. Да, голосовал весь округ. Участников демократов не было. Демократских кандидатов не было, но люди голосовали, демократы тоже. И все демократы голосовали против того, кого поддерживал Трамп. Понимаете? Да, я понимаю, но тем не менее в этой ситуации еще раз. Поэтому кандидат Трампа проиграл с маленьким разрывом 5%. Да. Потому что все демократы голосовали против. Понимаете, ситуация какая. У Элзи преимущество было изначально. За ним Крэншоу Перри. Это местные техасские республиканцы. За Райт были Стефаник Трамп. Они не местные. Согласитесь, даже если вы отрицаете мою главную идею, что в этой ситуации Трамп уйти против местных республиканцев было не очень разумно. Но все равно я считаю, что она проиграла именно потому, что все демократы голосовали про кандидатуру Трампа. Спасибо большое за ваш звонок. Давайте попробуем принять следующий. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Иван, я вот слушала и завидовала. Три кандидата республиканцев и все хорошие и все консервативные. У нас Шаром Пакати, одна это Джен Чаковский в округе. И если кто-то только попробует против нее выступать, как говорится, можно только мечтать, чтобы они хотя бы как-то там приравнялись, как один раз набрал кандидат 40 процентов и мы считали, что это уже хорошо. И как быть с этим, это вообще неизвестно в этом, в наших этих левых округах. Вот это я хотела сказать. Еще я не знаю, стоит ли Трампу поддерживать старые силы, которые ну как сомкнулись с эстемблишментом в том, что они его предали во время всей его каденции предавали. Может быть просто нужно всех поменять, как говорится, всех на новых кандидатов. не знаю, может быть я не права, но вот у меня такое вот впечатление. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, что вам делать? Мне по-самому очень хотелось, конечно же, чтобы штат стал более красным, но здесь увы, ничего не могу вам предложить. Штат ваш, значит, это как-то вам надо менять. Что касается того, что происходит изменение, знаете, тут очень странная штука, есть старый принцип. Когда старый истеблишмент меняется на новый, то новый это тоже истеблишмент. И мы сейчас видим, что когда-то считалось, что вот есть рейгановские консерваторы, а не что-то новое прибыли, так оно и было. Рейгановские консерваторы стали истеблишментами. Увы, неизбежно. Сейчас в реальности получается так, что Трамп взаимодействует с новым истеблишментом. Он уже складывается. Стефаник, повторяю, это уже новый истеблишмент. Как к ней не относись. Хорошо или плохо сейчас не важно. И вот в ситуации с Юзен Райт Трамп как раз действовал в интересах получается республиканского истеблишмента. Так что здесь видите все увы не так просто. И та позиция с которой он приходил в 16 году сегодня она уже не работает. Уже люди изменились. Ситуация уже сдвинулась. И однозначно считать, что есть МакКоннелл, МакКарти, Ромни, мы знаем кто они такие, с ними надо быть осторожнее. А есть там, я не знаю, Круз, тот же самый, кто там у нас был-то еще активный, Рона Джонсон или кто-то еще, и надо делать ставку на них, так уже не получается, это все уже изменилось. И Стефаник, она уже один из лидеров партии, значит, она уже автоматически часть эстеблишмента. И сейчас Трамп сотрудничает с ней. Вот так. Да. Я не знаю, у нас наверное не останется времени для того, чтобы осветить травлю Десантиса, наверное, мы оставим это на следующий раз, а пока примем еще звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Иван, скажите, пожалуйста, вот то, что происходит у нас, не кажется ли вам, что вот эта ситуация была глубоко как бы проведена была репетиция вот того, что происходит у нас в ЮАР вот с Мандейлой и Уго Чавесом в Венесуэле, потому что все то, что было у них практически точно-точно повторяется у нас. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, сложно сказать что и как. Это даже не то, что репетиция, это нормальная программа вот этого мирового, это не мировое даже правительство, это такой вот мировой либеральный социал-демократический эстеблишмент. Он, в принципе, разрушает, он, социал-демократия, она разрушает, они создают. И вот мы видим, разрушили ЮАР, разрушили ряд туда, Венесуэлу, естественно, главная мишень это Соединенные Штаты, пытаются разрушить и вас. Держитесь, все, что я могу вам сказать, потому что не доберутся до вас, ну, американские идеи не уничтожить в любом случае, они сильнее любой социал-демократии, но мне бы не хотелось, чтобы даже временный упадок Америки наступил. Это очень плохо кончится для всех нас, уж поверьте. Поэтому не хочу на такой мрачной ноте заканчивать. Вот пусть люди, подобные Десантису, о котором поговорим, надеюсь, в следующий раз, все-таки будут хоть какое-то сопротивление оказывать тому, что мы видим, и что это безобразие в ЮАР, оно до вас не дойдет. Ну, по крайней мере, в таких масштабах. Огромное спасибо, Иван, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова